Субтитры создавал DimaTorzok Того, что мы называем отсутствием доказательства в восточных культурах, в отличие от западных. Я начну с конкретного примера. Это произошло в первой половине прошлого XX века. В Индии нашёлся поразительно математически одарённый человек. Его индийское имя Раманоджан. О нём есть книжки, есть по-русски книжка Левин, Раманоджан. Там могут быть подробности интересные. Написано довольно много о нём по-английски. Он был индийский клерк с очень малым европейским математическим образованием. Он знал английский язык и по-английски посмотрел один учебник математики и нашёл, что он всё, что там написано, знал. Он только не умел доказывать. И, собственно, никогда и не научился доказывать. Его знания относились в основном к теории чисел. Но это тогдашняя очень существенная часть всей математики для начала XX века. И в теории чисел он знал все основные результаты. Он сам говорил, что к нему по ночам приходит древнеиндийская богиня математики и сообщает ему эти сведения. Поэтому он каждое число знал как конкретного человека. Он говорил, ну вот я знаю такого-то. Я знаю, как он выглядит, я знаю, как он себя ведёт и так далее. Вот так же я про каждое число знаю. Он знал множество, из чего может состоять какое-то число. То есть он знал многое, что в европейской математике полагается узнавать, доказывая, получая какие-то теоремы, которые нуждаются в обоснованиях. У него не было никаких обоснований. Он просто помнил, как он, например, помнил все корни санскрита, священного индийского языка, который он с детства выучил. И вот так же он помнил всю математику, тогдашнюю математику. Его привезли в Англию, что было, конечно, несчастьем, потому что он был слабого здоровья, и лондонский климат был ему очень вреден, он заболел туберкулёзом, который тогда плохо лечили. В общем, он жил недолго. Но сделал очень много, оставил значительный след в теории чисел. Вы знаете, настолько, что даже уже в новое время, в эпоху компьютеров, попадаются научные работы, в которых есть ссылки на открытие Романуджана. То есть он остаётся существенным математиком и для Европы XX века. Но при этом его склад ума был совершенно особый. Оказывается, такую науку, как математика, можно знать, не доказывая основных существенных вещей. Это принципиальное отличие. Вы знаете, что и сейчас в современной математике, математической физике, в самых новых областях математики, связанных с квантовой механикой, везде существует необходимость доказательств. То есть мы в Европе, в нашей научной традиции, не видим этих существенных различий. Можно сказать, что, по-видимому, культуры Востока отличаются от культуры Запада тем, что в них очень большая роль принадлежит интуиции. Тому, что мы и так знаем. Что значит, что у человека хорошая интуиция? Это значит, что он понимает каким-то не совсем нам понятным образом, потому что он это не доказывает. Он понимает суть дела. По-видимому, роль этого очень важна в целом ряде областей, которые относятся к духовной деятельности человека, так как к тому, что мы в широком смысле называем ноосферой разума. То есть разум – это не только доказательство, но также и разумные сведения, полученные с помощью интуиции. Ну, здесь возникает целый ряд очень интересных проблем. Одна из них имеет латинское обозначение, которое всегда употребляется, поэтому его надо помнить в латинской форме. Терциум нон датур. Терциум по латыни – третье. Нон – нет. Датур – пассивная форма от глагола «дать». Терциум нон датур – третьего не дано. Значит, идея той логики, которая привычна для нас, и, между прочим, привычна и для обычных компьютеров, это идея, что существует истина или ложь. Ноль или один. Существует бинарное противопоставление того, что истина, того, что ложна. Для доказательства мы должны доказать, что некоторые положения – истины. Если мы приходим к лжи, то это будет свидетельство абсурдности того, что мы пытаемся доказать. В европейской математике уже в 20 веке появились течения, которые задались вопросом, а всегда ли нужно пользоваться принципом Терциум нон датур. И я в качестве одного из важных, не единственного, но одного из важных примеров подхода к этой проблеме приведу раннюю статью нашего великого математика, который также, особенно к концу жизни, много занимался математической логикой. Но это его ранняя работа. Я имею в виду Андрея Николаевича Колмогорова и его работу Терциум нон датурка. О принципе Терциум нон датурка. Классическая работа, она сейчас переиздается в разных переводах английских и прочих, в хрестомациях по истории этой области науки, в частности математики, математической логики. Николай Колмогоров один из первых, кто изучал основы того, что в голландской школе, где возникла эта идея, в голландской школе математика называлась тогда интуиционизмом. Интуиционизм, который также иначе называли конструктивным принципом, этот термин чаще использовался в Советском Союзе, где по идейным причинам термин интуиция вызывал сомнения. Поэтому наши математики часто говорили в этом смысле о конструктивности. Ну, у нас были выдающиеся учёные в этой области. Я сам имел счастье работать в какой-то степени с Андреем Андреевичем Марковым, Марковым младшим сыном знаменитого специалиста в теории вероятности Маркова. Он был выдающимся представителем вот этого конструктивного или интуиционистского течения в нашей русской математике. Я должен упомянуть также в этой связи недавно умершего, на мой взгляд, весьма выдающегося математика, который занимал очень крайние позиции в этой области. Это был Александр Сергеевич Есенин Вольпин, сын великого поэта Есенина. Он прожил очень длинную жизнь. Я его хорошо знал в нашей молодости, но и потом знал его и как учёного, и слушал его курс лекций у него дома, с маленькой группой логиков. И имел с ним общие интересы в области правозащитной нашей деятельности. В те годы он довольно много сделал в этой области. Собственно, создал русское правозащитное движение. Вскоре после этого эмигрировал. Конец жизни провёл в Америке. Вы знаете, не нашёл большой поддержки и большого предложения своих замечательных идей. Он в большой степени отрицал нашу математику, основанную на иных принципах. Придерживался принципу интуиционизма и конструктивизма в том смысле, что обязательно уметь построить некоторое число. Если вы не умеете его строить, то вы не можете сделать о нём заключение. Поэтому он отрицательно относился к таким общим математическим построениям, которые не дают конкретных объяснений, как именно конструируются, ну, скажем, следующие числа в очень длинном ряду чисел. Но это только один из возможных примеров. По-видимому, для человека вообще очень важно различие очень малого и очень большого. Более того, я мимоходом об этом упоминаю в своих работах и отчасти в своих лекциях, какие-то основы развлечения малого и большого, видимо, заложены в человеке. То есть, по-видимому, независимо от нашего математического образования, последующего того, что нам сообщают обычные школы или высшие школы, независимо от этого мы имеем какое-то представление о том, что существует в мире очень малое и очень большое. И в 20-м и 21-м веках, по-видимому, это различие становится крайне важным. То есть, с одной стороны, физика открыла микромир, особый мир, который связан с идеями, которые касаются, ну, собственно, самых элементарных вещей, которые есть в мире. То, что мы знаем. Вот мир элементарных частиц, мир предполагаемых кварков, предполагаемых мельчайших элементов, из которых всё состоит, мир первичных единиц материи и энергии, этот мир – это мир очень малых чисел. Мы знаем, можем их сформулировать, какие это малые числа, но они принципиально намного меньше, чем все эти числа, с которыми мы апеллируем в нашей обычной, земной, повседневной действительности. А с другой стороны, есть мир очень больших чисел, которому постепенно нас подводит астрофизика. У нас даже есть такое выражение в обиходе – астрономически большое число. Действительно, мы большие числа, в основном, если не считать мифологию и всяких представлений о сверхъестественном, в реальности мы с очень большими числами имеем дело при описании Вселенной в целом. И там они очень нужны. И одна из тех проблем, которые волновали тех математиков, которые, как Есенин Вольпин, сомневались в правильности основ в существующей математике, одна из этих проблем состоит как раз в том, что очень большие числа могут накладывать какие-то особые ограничения на наши знания, на наши возможности. То есть это некоторые возможности того, что существуют в каком-то роде даже другие математики. Но в каком-то смысле через квантовую механику современная математика, математическая физика, математическая астрономия и астрофизика к этому подошли. Но только начинаются. То есть в какой-то степени наше познание Вселенной ограничено тем механизмом получения знаний, которые мы знаем. Ну, теперь мне хотелось бы от этого перейти к некоторым более общим проблемам. Эта общая проблема касается вообще роли чисел в нашем восприятии мира. Я уже говорил о том, что многое, что мы знаем о числах, наследуется. Дальше многое принадлежит той или иной разновидности математики, математике западного типа, которая доказывает многие теоремы. И математика восточного типа, которая сообщает, как бы уже известное числовое математическое стороне мира. Но есть одна более общая проблема, которую можно связать с именем великого греческого учёного, о котором мы знаем в основном по работам его учеников. Это Пифагор. Пифагор полагал, что числа принадлежат к самому основному, что мы должны знать. Впрочем, он также придавал большое значение слову, логосу. Вот число и логос – это две основы того мира, которые умела описывать древнегреческая наука, и которая в какой-то степени повлияла и на всю последующую европейскую и восточную науку. Ну, по этому поводу мне хотелось бы сказать о том, что мы можем делать и что мы пока не очень до конца можем делать. Это проблема вычислительных возможностей цивилизации. Вы знаете, мы с этим сталкиваемся в некоторых интересных случаях. Я из многих выберу один, который сейчас привлекает особое внимание, ну, скажем так, многих фирм, многих, кто вовлечён в бизнес. Ну, понимаете, что для современного мира это очень важно. Для бизнеса, как он существует сейчас в условиях развитого глобального капитализма, для бизнеса очень важно сохранение экономической тайны. Ну, некоторых сведений, которые известны данной области коммерции, торговли, науки и техники, которые пока временно закрыты от других областей. Это не всегда было так, но в современном мире это очень важно. Поэтому так много говорят о, скажем, хакерах, которые могут вскрывать какие-то тайные коды. То есть очень важно уметь представить нечто в виде числового кода, ну, и очень важно уметь такой числовой код расшифровывать. Вы знаете, что мы сейчас находимся накануне очень важных открытий не только в науке, но и в технике. Эти открытия связаны с применением некоторых идей, квантовой механики, квантового описания микромира в том, что мы предполагаем будет важной областью будущей компьютерной техники. Это компьютеры, которые мы называем квантовыми, которые на самом деле основаны на комбинации того, что доступно квантовой механике и того, что доступно нашим обычным представлением о физике мира, не микромира, а нашего мира. И вот компьютер, который в состоянии соединить эти два типа знаний, мы называем квантовым компьютером. И оказалось, по тем возможностям, которые уже сейчас раскрыты, оказалось, что, по-видимому, компьютеры квантового типа смогут решать очень трудные вычислительные задачи, в особенности задачи зашифровки какого-то сообщения, которое для таких компьютеров будет крайне трудно расшифровать. То есть в этом смысле вычислительные возможности будущих квантовых компьютеров очень велики. И вообще можно думать о том, что во всём, о чём я сегодня говорю, вот в этом особом новом подходе к числам довольно большая роль будет принадлежать не человеку, а тем техническим устройствам, которые уже умеют создавать человек. Но человек начал интересоваться этими возможностями, этими вопросами гораздо раньше. И я немного об этом упоминал прежде по разным поводам, а сейчас хочу сказать больше. Я хочу сказать о роли чисел в связи с оракулами и предсказаниями, как это имеет место в разных неевропейских возможностях древних культур. Древние культуры очень много занимались той проблемой, к которой в редких случаях стали обращаться потом в той науке, которая для нас, европейцев, традиционна. И некоторый новый интерес к этим проблемам скорее ближе уже к нашему времени. Значит, какие это интересные проблемы? Вообще наука связана с измерением. То есть наука, любая наука, связана с тем, что мы пытаемся наше знание изложить в виде некоторых чисел. Но это касается и гуманитарных наук. Ну вот та область знания, с которой мне много приходилось иметь до моей собственной деятельности, это применение математической статистики, теории вероятности, теории информации к поэзии, к структуре поэтической речи, к стихозложению. И здесь мы в основном научились уже пользоваться языком чисел. Далеко не все гуманитарные науки умеют это делать. В древних культурах существовало предположение, что мы можем узнать иногда интуитивным образом какие-то сведения о числовых характеристиках, ну скажем, мировой истории. Эта точка зрения преобладает в ряде восточных, особенно азиатских, в частности, древнеиндийских учений. Ну, из того, как это пробовали использовать последующие, если не науки, то искусство, поэзии, мне самому кажется чрезвычайно интересным то, что предложил великий англо-ирландский поэт XX века Ейтс в своей прозаической книге «Видение», «Вижн». Книга издана сейчас в русском переводе, так что можете с ней познакомиться, поскольку это прозаический текст, и он не страдает от того, что это перевод. Что произошло с Ейтсом? Он был уже взрослым человеком, долго не женился. Наконец, когда он поженился, у него была молодая жена, она вскоре забеременела, и когда она была беременна, у неё начались какие-то очень странные, ну, с точки зрения нормального человека, галлюцинации, с точки зрения мистика, каким был её муж Ейтс, знакомый с древнеиндийской, мистика, йога и так далее, с точки зрения Ейтс – это скорее были какие-то голоса из неведомой нам части мира, знания, тайного знания. Голоса эти поддержали людям, которые сами себя обозначали как наши учителя. Эти учителя учили Ейтс и его жену, что они многое знают о мировой истории и рассказывали о мировой истории, в частности, называя определённые числа. Им казалось, что вся мировая история состоит из некоторой последовательности периодов на санскрите. Эти периоды называются йога, йога – это корень, между прочим, тот же, что в русском слове иго. Иго – это древнее название «Ерма», которым соединяли части транспортных животных, быков или лошадей, когда их прыгали в повозку. И вот этот термин использовался также для соединения чисел. И вот эти йога по индийским представлениям – это основные, большие величины, очень большие величины, из которых состоит «Мировая история». И в книжке «Вижн» Йейтс на свой лад пытается как-то соотнести эти мистические индийские представления с нашей современной картиной мира. Ну, нечто подобное, но без такой откровенной мистики и скорее с большим уважением к чисел, я нахожу… Ну, и многие другие, кто пытаются провести эту аналогию, находят у великого русского поэта-футуриста Велимира Хлебникова, который был не только великим поэтом, но и неплохим математиком, имел специальное математическое образование, хорошие математические способности, в частности, умения, которые у некоторых людей бывают врождённым, может быть, связанным как раз с числовой интуицией, умение оперировать с очень большими числами. Хлебников предполагал, что можно найти числовые законы, которые управляют историей. Он был не первый, кто это сделал. Во-первых, это содержится во многих восточных традициях. В тех традициях, которые, ну, я пытался иллюстрировать, с примером, Романоджана, то есть это традиции, которые не нуждаются в доказательствах там, где речь идёт о числах, особенно больших. Они утверждают, что им нечто об этих больших числах известно каким-то образом, ну, мы бы сказали интуитивным, ну, на другом языке, можно сказать, мистическим образом. Так или иначе, это особенность некоторых восточных традиций. Хлебников пытался это обосновать рационально на языке современной математики, изучал математическую теорию чисел, как она видится европейскому математику. У него хорошее было образование, его учителя математики, были о нём высокоумнения в этом плане. Вот он пытался думать, что мы можем, соответственно, сделать некоторые расчёты мировой истории. Вы знаете, эту проблему, по-видимому, продолжает интересовать людей, причём чаще всего интересует именно тех, у кого есть некоторое представление о математике, о математическом образовании, и в то же время достаточно много фантазии, достаточно много знаний о гуманитарных науках, поэтому возникает такой странный коктейль, странное смешение безусловно научных сведений и подходов, и подходов, которые за пределами современной науки, как мы её мыслим, вот как науку, уважающую доказательство. Ну, в качестве интересных иллюстраций я привёл бы две, одну касающуюся старой России, ещё царского времени, другая касается нашей современной русской науки уже вот советского и постсоветского времени, то есть совсем новых событий. Из старой науки меня занимают работа известного русского народовольца, борца за свободу России, русского народа, Морозова. он был крупным учёным, главным образом химиком, за научные заслуги был выбран в Российскую Академию наук, что высокая честь, то есть он действительно был хорошим учёным, и много сделал интересного в разных областях науки. Но он пытался подойти как к предмету точных исследований, к мировой истории, в частности, к хронологии мировой истории. И пришёл к совершенно удивительным выводам. Ему показалось, померещилось, привиделось, я иначе не могу это обозначить, потому что в рамках нашего доказательного мышления то, что он делал, в общем, выглядит фантастичным. Он придумал такую версию хронологии мировой истории, в частности, Древнего Востока, при которой получается, что многие лица, о которых говорится как о разных царях, разных выдающихся деятелях, в том числе религиозных, как Иисус Христос, многие лица на самом деле в наших версиях мировой истории, мировой культуры, но как бы получили разные имена, на самом деле это одни и те же персональные. Это довольно интересная проблема сененемии вообще, может быть, еще буду иметь возможность к этому вернуться. Сейчас последние исследования в области логики и математики подводят к выводу, что в математике, как и в естественном обычном языке, очень важная сененемия, важно обозначать разными словами одно и то же. а Морозов предполагал, что в мировой истории, в хронологии мира, как мы ее обычно излагаем, разные персонажи, скажем, египетские цари или несколько царей, у которых было одинаковое имя Рамсес, и такие религиозные деятели, как Иисус Христос, на самом деле это одни и те же лица или исторические явления, которые получили разные наименования. Ну, к этому отнеслись, как к некоторому чудачеству, серьезного влияния на науку это не имело, хотя многие ученые, благодаря открытиям археологов и других нового времени, получили свидетельство того, что наше представление о хронологии древнего мира последовательности событий в древнем мире они нуждаются в исправлении. То есть критическая часть замечания Морозова о неточности наших представлений о хронологии по-видимому правильна. Но возможно, что он был неправ в том, как он смотрел на то, как можно интерпретировать христианство, обычную евангельскую легенду, соотнеся ее с рассказами о других персонажах, которых он считал тождественными тому персонажу, о котором речь идет в Евангелиях. В новое время нечто подобное было снова высказано как научная гипотеза или научная теория в ряде работ наших математиков, из которых самый известный математик Тополог, член Российской Академии Наук, то есть очень крупный ученый Фоменко. Фоменко исследовал в частности историю ряда древних империй, исходя из положения, что империя вообще говоря была одна и та же, а просто она получила разные именования. Он основывается на совпадении чисел, числовых промежутков, интервалов внутри тех событий, о которых говорится в истории каждой из империй. скажем, хорошо известная история римской империи, особенно позднего времени, времени Цезаря, правителя Рима. Оказывается, что числовые характеристики римской империи совпадают с некоторыми числовыми характеристиками других известных империй. Фоменко пришло в голову, что это объясняется, ну, я бы сказал, по Морозову, то есть той же схемой, что у Морозова, то есть что это разные имена, разные названия даются одному и тому же событию. Одна и та же последовательность событий описывается одна, как история римских Цезарей, а другая, как история царей или правителей в любой другой империи. Из тех многих, о которых вообще говорят разного рода летописцы, историки, писатели. Мне кажется, что здесь некоторая неточность появляется в работах крупного математика по той причине, что ему из установленного им, по-видимому, правильного факта сходства или даже полном тождестве некоторых числовых интервалов промежутков между событиями в хронологии, из этого ему кажется, что нужно сделать вывод, что на самом деле было не много разных событий, а одно событие, которое мы знаем под разными именами. По-видимому, это не единственное объяснение. Возьмем пример из относительно более близких к нам по времени отношениях и которые мы в каком-то смысле знаем досконально, потому что это наша страна. Мы знаем, что в России в 20 веке, может быть, даже в 21, если то, что мы переживаем продолжение, продолжалась долгая революция, которая началась в 1905 году, потом был 17 год, ну и все последующее. я думаю, что это длинная история больше 100 лет. Примерно то же самое мы знаем про Францию, там очень много документов, хорошо изучена французская революция, она произошла в другое время, там другие действующие силы, но некоторые промежутки совпадают. Вы знаете, что интересно? Интересно то, что сами деятели этих революций знали о том, что есть такие параллели, у Троцкого в его воспоминаниях о Ленине есть такой интересный момент. Он приезжает к Ленину в Кремль, где тот же, и видит зима, снег, и Ленин прыгает в восторге в этом снегу. Троцкий удивляется, а Ленин в восторге. Он говорит, я сосчитал, мы, советская власть, продержались уже на один день дольше, чем парижская коммуна. Значит, он сравнивал то, что ему с группой энтузиастов, маленькой группой, удалось прийти к власти и удержать эту власть. Он сравнивал это с успехом парижской коммуны, которая смогла это сделать, но в течение очень ограниченной времени. То есть, сама по себе идея сопоставления, она входила как бы в язык того времени. Если мы почитаем, что тот же Троцкий писал о событиях своего времени, мы увидим, что у него постоянная параллель с тем, что происходило когда-то во Франции. А можно пойти дальше, можно сравнить русскую и французскую революцию с английской революцией, которая с русской имеет некоторые черты сходства, в частности, роль религии в этих революциях и роль атеизма, воинствующего отказа от религии, что тоже соединяет старую английскую революцию с русской 20 века и с мексиканской революцией 20 века. С другой стороны, очень интересна китайская революция, которая в каком-то смысле продолжается до сих пор в коммунистическом Китае и которая началась с известной деятельности Суньи Цена, то есть это самое начало 20 века, 1912 год, и с тех пор продолжается это движение. Во всех этих странах мы точно знаем, что речь идёт о разных событиях. Между ними бывают сходные интервалы. Числа, которые определяют хронологию истории, в большой степени совпадают по причинам социальным, экономическим, интеллектуальным, которые мы отдельно должны обсудить. Проблема причин одинаковости интервалов это отдельная очень существенная проблема истории. И, значит, возникает вопрос, в какой степени мы можем говорить о наличии какой-то логики в истории, в какой мере, когда мы сейчас говорим, скажем, о новых событиях, вот, арабские революции, что происходит в последние годы, и что сильно меняет картину всего Ближнего Востока, как это соотнести с теми революциями, о которых мы знаем по другим странам. То есть, на самом деле, основания для того, чтобы построить историю на некоторых новых принципах, учитывающих, не исходящих из чисел, а учитывающих роль чисел, роль численных промежутков, роль хронологии, как некоторого измерения времени, вот это все очень существенно. Это не относится ни к мистике, ни к области древних оракулов. Но возникает очень важный вопрос, в какой степени история регулируется какими-то детерминированными законами, ну, скажем, такими законами, что если имеет место экономический кризис, как это предполагал наш великий экономист Кондрасиев, который много занимался экономическими кризисами времени развитого капитализма, он пришел к выводу, что кризисы имеют определенную периодичность 25 лет, и этот интервал объясняется тем, что это время, которое нужно для нового поколения, для того, чтобы внести нечто новое, основанное на технических и научных достижениях, того именно нового времени, когда произошел кризис. Вот эта схема Кондрасиева, она довольно хорошо работает на определенном периоде, ее пытаются сейчас распространить вообще на большинство известных нам культур, не совсем ясно, правильно ли такое обобщение этой схемы, но такое положение возможно. Так вот, существует ли такой железный детерминизм, то если происходят экономические кризисы, которые мы можем даже предсказать в эпоху капитализма, с какой регулярностью и когда они происходят, Кондрасиев предсказывал реально потом случившиеся кризисы, включая большую кризис 720-го года, он его предсказал на основании точных математических расчет, вот можно рассказать, что история детерминирована в этом смысле, или же всё-таки в истории действуют главным образом вероятностные законы, то есть мы можем сказать о том, что какое-то событие может происходить с некоторой долей вероятности, и в какой мере можно считать, что для природы вообще, не только для мировой истории, для истории человечества, но в какой мере для истории вообще существенно то, что происходят какие-то события, имеющие даже маленькую вероятность, видать, что теория вероятности не исключают и существование крайне маловероятных событий, но для каждого события определяется большая или мера вероятности. Эта проблема не только проблема гуманитарных наук, истории, истории культуры, но также проблема физики. Ее подробно обсуждали создатели квантовой механике, в особенности Нелес-Бор и создатель современной версии старой физической картины мира Альберт Эйнштейн. Эйнштейн своей точкой зрения излагал так, он говорил, что он не верит в то, что Бог играет с нами в кости, то есть, что Бог что-то совершает в мире, что может быть предсказано только вероятность, тем образом, как это делается в квантовой механике, согласно идеям Бора и его друзей и соратников по Копенгагенской школе квантовой физики. Эйнштейн говорил, что он не верит, что Бог играет с нами в кости. Английский физик Стивен Холкин, которого вы, может быть, знаете по его замечательным популярным книгам, он говорит, что Бог не только играет с нами в кости, а Бог забрасывает эти кости так далеко, что мы с трудом можем даже увидеть, что там, какие числа там написаны. То есть, можно пойти очень далеко по этому пути. Предположение, что мы живем в основном вероятностном мире, в мире, где очень мало детерминированности, ну, отсюда популярное, видимо, искажение таких предположений, искажение, которое приводит к предположению, что мы имеем дело с абсурдным миром, с миром, в котором настолько нет причин наследственных связей, что мы можем только предположить случайность. Случайным образом одно происходит после другого. По-видимому, это не годится для описания мировой истории, истории, мировой культуры. По-видимому, это не годится и для описания многого в природе. Но на эту тему идёт дискуссия и возможно, что различия так называемых естественных наук, которые описывают природу, не человека, и наук гуманитарных, которые описывают человек, возможно, что отличия связаны и с этим, с тем, в какой степени участие человеческого разума приводит к большему крену в сторону детерминизма, в сторону неслучайного. А неслучайного, что в научных терминах можно связать с понятием информации, информация в строгом смысле это некоторая величина числовая, которая противоположна другой числовой величине энтропии. В каком-то смысле энтропия это мера хаотичности Вселенной, а информация наоборот мера организованности Вселенной. И в какой степени природа организована так же хорошо, так же невероятностно, как человеческая жизнь, как наша мировая история, это вопрос, который разделял не только Эйнштейн и Боро, но разделяет видимо целые области науки, то есть это то, над чем мы продолжаем думать и спорить. Спасибо за внимание. Продолжение следует...